Читая стихи русских поэтов, начиная с 18 века и по наши дни, упор делая на региональных поэтов, знакомых, незнакомых, всегда хочется и почитать, и, наверное, и послушать хорошие стихи, о которых вы даже не знали. Слушайте. Сегодня стихи Лепченко, Николая Романовича, Амурская область. Здесь памятника больше нет, он где-то чернеет возле университета. А здесь лишь пень из серого бетона и скука, и стекло микрорайона, и чей-то смех. Но все же среди лета на том бетоне дремлют иногда цветы, простые, дачного букета, пионы, ирисы и астры. Жизнь нас учит немалому, да и смерть учит многому. Жизнь нас учит началами, смерть нас учит итогами. И зачем мы, и кто мы, так на чьей-нибудь тризне, смерть нас учит простому, уважению к жизни. Посреди круговерти, где мы копим и множим, смерть шепнет о бессмертии, и о царстве Божьем. И о лестнице времени нам удастся расслышать, где нам честь лечь ступенями для стремящихся выше. Где надежды, жар птицы, где подобие мрая, все прошедшее длится смертью, смерть попирая. О счастье. Я о счастье сейчас разговор заведу, но совсем не о том, что у всех на виду. Не о свадьбах, рождениях детей и наградах, а счастливой любви. И о той разговоров не надо. Это счастье приходит и так же уходит. И не ты, и не я его за руку водят. Не из праздников строится жизнь, а из тризн, на поминках надежд. Из себе, самому укоризм. Все, что было, могло бы случиться иначе. Было б смелости больше, да было бы побольше удачи. Но о том разговор, как сквозь этот душевный разор, вдруг, да вспомнится. Вспомнится. Недоговоренно, неясно, что до этого часа хранилось. Казалось напрасно. По забытой, заброшенной памяти ссор, будто сам по себе начинает вести разговор. Будто старший ваш сон, что еще не забыт до конца, вдруг, начнет оживать. То теплом от ладони отца, то спокойствием матушки доброго взгляда, то до внешнего вечера, тихого лада, от какой-то случайной и, в общем-то, встречи минутной, вдруг повеет теплом. Сохранилось оно почему-то лучше всяких врачей и церковных свечей. Нас целит теплота тех простых мелочей, что хранит наша память. Где прошедшего времени части – это счастье? Кто знает, а может и счастье, незаметное счастье, без названия, смысла и цели. Только с ним мы в несчастьях не раз и не два уцелели. Уцелеем и дальше. Уцелеем, пока еще с нами благодарная память. Благодарная память.